Пропускная способность этого аппарата вдвое увеличится. Дорогостоящий метод станет доступнее. В Уральском институте охраны материнства и младенчества заработала новая схема получения высокотехнологичной медицинской помощи. Процедуру ЭКО с этого года можно делать и по обычному медицинскому полюсу. Уже появились и первые желающие. Сюжет Юлии Першиной. В течение последних пяти лет Розалия пытается воплотить свою заветную мечту – стать мамой. Но пока безуспешно. Девушка настроена решительно. Она не сомневается. ЭКО ей в этом поможет. Первая попытка у меня была неудачная. Это было в феврале месяце. Сейчас в июле хочу второй раз попробовать. Хочу как бы двоих, троих даже. Думаю, что со второго раза обязательно все получится. Процедура ЭКО не из дешевых. Ее стоимость более 100 тысяч рублей. Розалия работает медсестрой. Зарплаты на это, конечно, не хватит. Но платить, к счастью, не нужно. С 2013 года ЭКО вошло в базовую программу обязательного медицинского страхования. Это значит, что процедура будет оплачиваться из фонда ОМС. Так же, как визит к участковому терапевту. Ольга Александровна, меня зовут Мазаров Дмитрий Олегович. Сегодня я проведу вас первичную консультацию. Клиникодиагностический центр Института охраны здоровья матери и ребёнка – одно из учреждений в Екатеринбурге, где можно пройти процедуру ЭКО по медицинскому полису. Чудо происходит не сразу. Женщину ждут консультации, обследования, стимуляции и несколько хирургических вмешательств. Главное происходит вот в этой лаборатории. Именно здесь специалисты оплодотворяют яйцеклетку и наблюдают за развитием эмбрионов. Я как биолог, как специалист, конечно, к этому не как чудо отношусь, но вообще в некотором смысле. Конечно. Несмотря на то, что закон действует уже полгода, работать по новой системе здесь начали только сейчас. Предполагается, что в течение года по полису ОМС процедуру ЭКО проведут пяти сотням женщин. Любая женщина, у которой есть полис обязательного медицинского страхования, у которой есть определённые показания для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения, может претендовать на проведение бесплатной программы экстракорпорального оплодотворения у нас в отделении. По подсчётам специалистов, на сегодняшний день в Свердловской области около миллиона супружеских пар являются бесплодными. Так что процедура ЭКО будет востребована. Уже сегодня в очереди стоят около двух тысяч человек. Юлия Першина, Альберт Полудницын, информационная программа «День», Екатеринбург.